Субтитры сделал DimaTorzok Пришли к нам, и что действительно мы не организовали, это не просто так, мы хотим вам показать, как Елена покажет нам, как грести, так же у вас будет возможность протестировать деревной тренажер UCM Company. Кто подписан на наш канал, вообще, ребят, спасибо большое, там, кто пишет, ставит лайки, то есть огромное вам спасибо, нам это нравится, приятно, мы как-то делаем это ради вас. Итак, значит, представляю, у нас сегодня Василий Берендяев будет, Береков Александр, известная Елена Терехова, Сергей Усмаев, организатор данного мероприятия, и кто непосредственно сделал тренажер. Это мероприятие и как для вас, так же для ветеранов. Ветераны у нас тоже присутствуют, поэтому тоже смело подходите и вопросы задавайте. Ребят, ну я хотела представиться, кто, наверное, еще меня не знает, я серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира, вот, поэтому я думаю, что чему-то я вас могу научить. И, конечно, все любят воду и все любят лето, но зимой у них у всех есть сборы, поэтому тренажер – это неотъемливая часть подготовки. С чего начать, да, то есть, как бы, понятия, наверное, у всех есть, да, как грести, то есть, мы делаем захват, да, грибка, мы делаем паузу, то есть, мы делаем прокат лодки. Сейчас я немножечко покажу. Так, маленькие секретики расскажу, да, для кого не секрет, но это как секрет Поли Шанеля, да, все знают, но все молчат. На спринт мы ставим ноги чуть-чуть ближе всегда, да, на стоярскую работу мы ставим ноги чуть-чуть дальше, потому что, если мы ставим ноги близко, у нас выхода нет. Широты грибка, скажем так, то есть, всегда, когда, допустим, мы тренируемся в межсезоне, всегда потом начинаешь спринт ходить, и есть желание поставить чуть-чуть ближе под ножку, это нормальное желание абсолютно. То есть, вот обязательно пауза присутствует. Пауза – это наш прокат. Мы толкнули, да, и у нас покатилась лодка. Без паузы нет выхода, то есть, вся скорость, она на паузе, усилие паузы. Соответственно, по поводу ног я сказала, да, с хватом все то же самое. В принципе, кто-то любит пошире, кто-то поуже. Классика то, что вас учат, да, прямой угол. Наверное, это немного широковатый хват, да, хват, говорю, это чуть-чуть уже. Вот, опять же, зависит все от того, какие у вас руки. Грибок начинается со спины, да, большие ошибки. Люди делают вот так, да, люди делают, пытаются грести тазом, да, тазом, а потом вот так, да, то есть, все это не то, да. Самая важная часть, вот, она у вас связь нижней части с верхней части. Руки, в общем-то, в основном, только это как бы передача, да. То есть, грубо говоря, я обожаю движение одно, с самого детства. Я его так роботом называю. Так вот руки поставили, да, и вот, да. В общем-то, это вся гребля. То есть, руки поставили, они встали, все. И как бы, на самом деле, техника, она не сложная, да, но вот это поймать ощущение, все это очень сложно. И чем выше скорость, тем важнее связь ниже и вверху, получается. Так, что касается захвата, да, сказала, то есть, допустим, ноги мы сказали. С хватом у нас то же самое. С хватом, допустим, нет. С хватом, допустим, да, часто мы, допустим, когда гребем длинную работу, да, хват чуть пошире, потому что, когда пошире хват, легче поймать работу низа, да. То есть, низом легче вот именно поймать работу. Но чтобы жестче передача была, на спринте чаще будете видеть, что на спринте люди гребут немножко хватом поуже, чем тысячники. Те же самые морфонисты, вы, наверное, видели, у них короткие весла. Вот такие хваты, и они гребут как будто по сторонам, потому что у нас вот эта часть, она очень выносливая, и мы можем грести долго. На спринт ставится уже хват, да, и, соответственно, у нас все работает. Вот, сейчас на спринт мы поставим груз, сейчас немножко пораскатывающим. Соответственно, да, чуть-чуть я подальше поставлю, пока на длинную делаем. Вам всегда, наверное, говорили, что гребли сядут через низ, да, гребем ногами, гребем попой, что это значит, да. То есть, это значит, что мы с этой части, у нас масса, да, в основном как раз ноги и спина самые большие. То есть, если мы гребем руками, мы очень быстро устаем, у нас быстро падает скорость. Мы гребем с массой, передаем ее, да, то есть вперед. У кого-то бывает ездит попа, да, чуть-чуть, у кого-то не ездит, кто-то говорит, что должна быть ось, надо крутиться на одном месте, кто-то пользуется крутящимися слядами. В принципе, равенства нет, венгерки, они гребут, они выходят аж вот так вот, то есть, они прямо по сляду ездят, да, и венгерки очень сильные девушки. Вот, кто-то говорит, что ни в коем случае не надо, иначе пропадает опора, соответственно, но не важно, главное попасть, да. То есть, все полностью, чтобы спиной раз, и прошло. Это основное движение. То есть, как бы руки, они больше расслаблены идут, ничего никуда не тянут, да. Тех, кто гребет, идеально нету, да, даже олимпийские чемпионы, у них есть свои погрешности, и они каждый день над ними работают. Что касается верхней руки, все тоже ставят по-разному, кто-то ставят повыше, кто-то ставят пониже. Если у вас длинные руки, вы можете поставить повыше. Вы видели Лизу Кэрингтон, да, Человек-паук, у нее длинные руки. Она может себе позволить грести отсюда, да, но у нее всегда опоры есть. Она не гребет вот так вот, да, она не гребет вот так. Она ставит опор здесь и проходит вот, да, полностью. У кого ручки маленькие, как у меня, большая ошибка, поднять руку. Это катастрофа, все, гребка нет. То есть, у кого руки покороче, ни в коем случае выше уровня глаз не поднимаем, да. Да, можно будет там померить, на самом деле, тоже у тренера попросить его своих. То есть, вот раз, и вот захват пошел. И рука, она, в принципе, на одном уровне остается всегда, да. Все со спины, да, нигде мы не тянем, да, ничего такого не делаем. Но это на отдыхе там все бывают так, могут прокатиться. Соответственно, да, вот это большая ошибка. Если у кого руки не длинные, да, и делать отсюда гребок, вот. Ну, здесь, ладно, тренажер у нас хорошо этот захват делает. Не видно, но можно, конечно, попробовать, но грибка, грибок проскакивает. Он начинается здесь, да, и все, уже грибка нет. Вот, часть. Так грести невозможно, да. То есть, соответственно, рука пониже, и вот где грибок. Это сантиметров сорок, да. Если вы сверху начнете, вот так сделайте. Сорок сантиметров каждый грибок, даже на 200 метров. 100-4 метра, пролет буйов на 200 метров можно проиграть. Только за счет того, что рука будет не там, да. Но это у всех по-разному, опять же, да. И ужасная ошибка еще. Когда вы не догребаете тазом, может случиться подтаскивание. Вот это вот. Это движение, оно почти ничего не дает. Оно дает, как бы, так сказать, вашему мозгу понятие, что вы вроде как грибете мощно, да. Но из-за этого движения просто у нас пауза отсутствует. И мы забиваемся, да. То есть, оно лишнее. Лишнее движение, что это такое? Это когда вы грибете и тратите энергию, да. То есть, вы можете пойти 200 метров, тот, кто грибет широко и без лишних движений, он может проиграть старт. Но он идет, 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 да. А тот, кто грибет вот так вот, старается, может, видели, прям старается, он 100 метров выигрывает, да. А потом у него настолько эти лишние движения его утомляют, что он в старые 100 метров вообще не может. И все, и останавливается. И проигрывает гонку. Так, Серега, Серега, попробуем спринт по поводу этого тренажера. Здесь плюс, что быстро можно немножечко настроить его на спринт. Все, наверное, да. И чтобы веревки не проваливались. Сейчас попробуем. Сейчас достроим. Просто моточки. Пару моточков, да, скажем, с стороны делаем, вес добавляем. Старт мы не берем с прямой руки, да. Кто-то, пообъясню почему, на самом деле, может делать отдельное видео по поводу биомеханики и физиологии, да, мышечной. То есть, натянутые мышцы, они плохо работают. Чуть-чуть должны быть, да, они в таком положении, да, Светлана? Да, а, нет. Ну, что касается спринта. Должно быть все равно много жестче. Ну, соответственно, не забывайте никогда про зал. Основной это тренажер. Его должно быть больше всего. Можно быть худенькими, худенькими. Но очень хорошо выступать. То есть, когда вы видите больших прокачанных там девушек, девчонки, вы видите там вот таких вот парней, которым 15 лет, вообще не бойтесь их. Потому что они могут не уметь грести. Засеките мне 20 секунд, что ли? Давай, готов. Готово? 20 секунд? 20 секунд, да. Ну вот, сотку, сейчас пойдем. Сейчас, стой. Смотрите, старт еще раз, да, ребят? Не с прямых рук. Не вот так вот, да? Все должно быть жестко, чтобы сразу могли начать работу всю. Кашка готова? Да, в принципе, готова. Готово, 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 готово. Давайте, кто желающий, попробуй. Спринт, давай. Как тебя, Федя зовут? Федор, приятно очень. Сейчас, подожди, Федя. Вопрос, ты выступаешь в какой дисциплине у тебя? Какая дистанция? Длинную. Длинную? Ты тысяч не хочешь, да? То есть, старт хочешь все-таки, да? Ну, сейчас тебе грузы уберем пониже. Вот, сейчас попробуешь погрести. Вот, и потом, может быть, тебе там, Лена какие-то комментарии даст. Вот, и там, все. Пока попробуй без весла. Сейчас. Вот как ты начинал разминаться делом. А ну что ты делаешь? Ты сразу тянешь назад. Ты уже тянешь назад изначально. Это не надо. Ты должен проходить вперед, да? Частью. Попробуй сделать. Вот сильно-сильно, да? Тазом толкнуть. Вот. 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 Раз, так, ну, стой. Толкни еще раз. Другой стороной. Ноги тебе недалеко вот сидят, нет? Давай поближе поставишь. Стараешься вот эту частью. Толкнуть вот. Не плечами. Вот этой частью. С этой стороны лучше чувствуешь, с другой попробуй сильнее. С этой стороны видишь, что у тебя проскапивает. Можешь сам ощущаешь, да? Здесь прошел, да? С другой чуть-чуть. Вот я раскрутился, да? А тазом, не пробуй, плечами. Тазом сильнее. Вот так вот, чтобы было. Тогда, допустим, в разминку включаешь, и такое движение. Пробуешь, пробуешь. Ну и не торопись. Попробуй начать вот так. Не торопясь вообще абсолютно. Сразу руку вверх не опускай в захвате. Соро, что ты делаешь? Отпусти пока. Ребят, все видите, да? Потому что ошибка есть сразу. Как я говорила, да? Стоите на захвате. Раз. И сразу пошла, да, опора. Ты делаешь так. А потом что-то идешь, да? Вот этого грибка, который говорил, 40 сантиметров, их уже нету. Да? Пониже руку поставь. И подисть в мощность снизу. Вот. У тебя упор будет уже. Нет. Вот это хорошо. Правую руку пониже пусти. Эту руку сразу ниже. Нет, здесь хорошо. Здесь чувствуешь? Раз, пошел. Здесь стоишь. Нет уже. Вот отсюда. Ты вын сделала, уже пошел. Куда ты опять тебя подъеркиваешь? Вот этого нету. Видишь, смотри. Да? Раз. И у тебя, смотри, сколько грибка нет уже. Отсюда. Руку я говорила. Руку, ребят, напрямую не держите. Вас учит, да? Вначале, чтобы вы чуть-чуть чувствовали, да? Но потом она у вас не будет такой. Чуть-чуть подсогнутая, да? Как бы расслабленная. Ты должен чувствовать мощь всю в спине. В спине мощность. Чуть-чуть наклонись в спину. Куда ты отклонился? Расприми ее. Она жестче должна быть. Нормально. Больше разворот здесь в таз сделаю. Нет, нет, нормально, нормально. Грибка стала спалзой, просто тазом больше. Прям не стесняйся. Раскручивай вот эту часть в пояснице, да? Не плечи, а поясницы. Не торопись, не торопись. Ты там тебя поднимай. Просто должен началь чувствовать со спины должна быть. Грибка у тебя вся. Не поднимай руку. Смотрите, ребят, еще раз. Вот, да? Вот движение поставили, захват, и все. То есть здесь ничего как бы придумать не надо. Просто раз. Да, раз. То есть вот они встали, руки, да? С ним ничего особо не происходит. Да, с ним ничего особо не происходит. Да, не надо пытаться придумать. Вот так сделать, да? Вот так вот дотянуть. Ничего не придумывайте, просто. Давайте там еще сядь тогда. Еще раз Федору спасибо большое, что принял участие в нашем мероприятии, которое мы организовали, да? Вот 2 декабря, в субботу. То есть у нас происходит как бы два события одновременно. Это у нас тестирование тренажера, плюс мастер-класс от Елены Тереховой, то есть открытая тренировка. Расскажи, пожалуйста, вот от открытой тренировки от Елены, да? Какие ты знания получил, может быть, какие ты не знал? И что ты знал, может быть, и что ты для себя новое, может быть, что ты открыл? Не, ну, наукозал на мои ошибки. Я как бы сниму их, ну, и буду работать над этим. Ну, довольно интересно рассказывал, я объяснял. Выступаешь в каких дисциплинах? Ну, длинные, там, пятерки, тысячи. Пятерки тысячи, да? Ну, больше в двойках люблю. То есть командные, да? Да, командные. Ну, вот у нас сейчас потом после Елены будет рассказывать ребята, да, как командные в двойке выступать, то есть что нам стоит обращать внимание, и как тренироваться в зале. То есть поэтому, я думаю, тебе это интереснее будет, наверное, более. У тебя есть сравнение с чем-то? Что можешь сказать вообще? Не, ну, он лучше, чем тренажер Вэлловский. Да? Да. Не, ну, как бы больше не понравилось. Ну, в принципе, ничего такого нет. Ну, нового. Ну, он получше, чем остальные. Ну, ты рад, что пришел на данное мероприятие? Да, да. Мастер-класс. Знаете, новое. Здесь что-то надо. Да, хорошо. Ну, лучше, чем тренировка, наверное, все-таки, да? Повеселее будет. В этом году в эстафете в составе сборной Москвы победил первенство России. Тяготенец спринту, хотя по нашей системе он должен ходить и тысячу, и двести. Что, в общем-то, тяжело. Если он был бы легкатлетом, там бы люди смеялись. Совмещение 100 метров и 800 или полторы. А у нас система отбора в сборной Москвы по двум дистанциям. Тысяча и двести. Вот. Но он тяготеет больше к спринтам. Ну, считаем спринтером, там есть опасность, другая ровно. Что если мы будем делать спринтеры сегодня, мы его сердце загубим. Я вас понял. Поэтому здесь, скажем так, спринтер в будущем. Растим, растим. Да, хотя сегодня, как бы, 200 метров убираются, но появляется четверка 500 метров. Тоже спринтер. У нас 300 здесь спринтер. Чуть-чуть тазом выходи, не темби. Больше, вот. Мощность чувствую. И вначале захват поделал. То, чтобы у тебя был захват, не проскакивая. Ты должен захват каждый раз чувствовать, да? То есть здесь ты больше дорабатываешь спиной. Ты тоже немножечко в конце дорабатываешь плечами. Раз и паузу. У тебя должна быть пауза. Смотри, не торопись. Я тебе сейчас могу. У тебя не уедет. Стой. Помедленнее. Сделай паузу. Тазом. Паузу. Паузу. Держи. Стой. Придержи. Тебе надо чуть-чуть больше развернуться. У тебя маленькая проблема. У тебя отсутствует именно захват. Ты вот на этом тренажере должен почувствовать мощность. Чувствуешь, что у тебя проскакивает, как будто бы у тебя нет захвата. Вот на этом тренажере, да. Ты, наверное, должен поймать именно захват. Вот если ты его почувствуешь, значит, у тебя будет сейчас гремок длиннее. Попробуй. Не торопись, просто выходи, да. Влад, спасибо большое, что пришел на наше мероприятие, что попробовал протестировать тренажер грибной и получил какие-то уроки от Елены Тереховой. Ты как спринтер, да, то есть, по сути, являешься коллегой, на самом деле, Елены. Она двухсоточница, ты двухсоточник. То есть, Андрей Олегович рассказал про тебя, что у тебя большие успехи, да. Расскажи, пожалуйста, что ты вынес для себя из данного мероприятия, то есть, от общения с Еленой, возможно, что-то, может быть, не вынес. И касается тренажера, может быть, тоже что-то расскажешь. Ну, я понял, о том, что она говорила, про бедро, жесткость в плечевом поясе, на захвате. Ну, тренажер хороший, понравился, я попробовал на нем, когда тестировались. Вот, ну, в принципе, я вывел здесь, ну, бедро получил, интересно было. Ну, то есть, ты для себя что-то новое нашел, вот, участие в МБКРС? То есть, на самом деле, не просто так сходил? Да, не просто. А по поводу тренажера ты сказал, что тестировался на нем? Да. То есть, у тебя тестирование проходило на тренажере? Да, на таком же, похоже. Ну, да. Тоже от Смайл? Да. И как тебе, вот, разница между, сколько, как давно было? Ну, может быть, недели три, наверное, назад. А, то есть, не так недавно, да? Да, недавно. А, ну, то есть, по сути, у тебя вот свежая модель, да, тренажерка? Понятно, я понял. Какие у тебя планы на следующий год? На следующий год? Ну, у нас старший год будет, с напарником двойки будем пробовать. Двойки? Все дистанции, да. А напарник кто у тебя? Ну, Егор Ухан. Там сидит. Егор, да? Да. Мы вот, ну, год назад выиграли с ним тысячу в двойке. Хотим попробовать еще. Ну, давайте посмотрим. Сейчас у нас будет как раз мастер-тренинг с участием Берекова и Берендяева. Если ты подписан на наш канал, у нас там вот есть в ютубе как раз три серии были с ним. Смотрел, не смотрел? Нет, не смотрел. Вот, подписывайся на канал, посмотри, они рассказывают как раз про свою судьбу тоже некую, да, у них там вообще все сложно. Может быть, ты что-то для себя вынесешь, потому что бывает так, что, ну, подрастающие поколения, да, там, может быть, в чем-то разочаровываются, то есть они тоже свои разочарования рассказывают, да, и про то, как они эти перешли этапы. То есть очень интересно, посмотри. И вот сейчас как раз будет мастер-класс по поводу двойки. Вот, кстати, для тебя будет очень интересно. Тем более мужики. А тебе как парню как раз будет интересно. Все, спасибо тебе большое, Влад. Еще раз жму руку. Спасибо, что присутствуешь. Все, спасибо тебе большое. Все, начинай, начинай потихонечку. Пока просто погреби. Но всегда начинай снизу, да? Пожестче ставь вот здесь руку. Старайся, чтобы у тебя верх не работал за счет этой части. Помягче ее веди, но помощнее, скажем так. Раз, раз. Выход, выход у тебя хороший. Чуть-чуть можешь приблизить руку поближе к голове. У тебя будет... Елена очень помогла мне по технике. Я вынесла до себя много ошибок. И я думаю, что в дальнейшем я больше не буду совершать. Я очень благодарна. А что у тебя? Вдвое, я считаю, что главная сплоченность это попадать впереди сидящего. А ты на каком номере сидишь? Загребной. Загребной, да? То есть ты как раз впереди задаешь темп. Так скажем, да. Я считаю, что АЗИ надо попадать в друг дружку. В синхронную работу. А какие у вас планы на следующий год? Попадание в сборную команду, в молодежную. А какая у вас первая гонка будет? Как скоро? В апреле, в апреле. В апреле месяце. А в Краснодаре или в Москве? В Краснодаре. В Краснодаре. Готовите сейчас? Да. То есть для Анны мастер-класса, по сути, он является для вас импулюсом, да? Да, да, да. То есть вы много сейчас, я так понимаю, возьмете на себя и будете уже пытаться на тренировку отрабатывать какие-то моменты. Да. Около 6-7 лет. 6-7 лет? То есть за 6-7 лет мастер спорта сделали? Это очень достойный результат, на самом деле. Очень молодцы. Ждет международный. Международный? Конечно. Уже? Ну нет, скоро будет. Конечно, как сразу, так. Ну на международной арене уже выступали? Ну на Европе, на Европе, на мире. На Европе, на мире? Вообще молодцы. То есть давайте, давайте будем в вас верить. А после Краснодара у вас какие дальнейшие планы будут? Пока еще не знаете? Да, еще готовиться к соревнованиям, выступать. А вы сейчас тренируетесь в зале, на воде? В зале. На воде у нас все. Все. А на сборы поедете? Конечно. Тоже поедете? В Краснодарский. В Краснодарский поедете. Понятно. А какие сейчас тренировки в зале занимаетесь? А, силовые тренировки. Круговые тренировки делаете? Конечно. Да? Без них никуда? Да. Все, я понял. Спасибо вам, девчонки, огромное, что пришли к нам, что для себя какую-то информацию, возможно, восприняли. Угощайтесь. У нас тут есть сладости или чай. Да, все. Все, пока. Так, еще раз всем добрый день. Рады всех вас видеть. Сегодня мы начнем, пожалуй, немножко с предыстории, да? Расскажем, как вообще у нас образовалась двойка, и как вообще все это получилось, и как это сделать остальным. Примерно можем подсказать, да? Начнем с того, что мы встретились с Василием буквально в прошлом году, летом, в июне, перед чемпионатом России, за две недели до соревнований. Субтитры сделал DimaTorzok